В Севастополе час дня, над городом летний зной, и посреди этого белого марева тенистый живой коридор из стволов и крон старых платанов, музыки и стихов. А я стеснённое молчание хранил, и наслаждением бесполн был, я мнил, что нет грядущего, что грозный день разлуки не придет никогда. Время останавливается, люди прислушиваются. Это волшебство называется проект «Читаю стихи». И сотворяют его удивительные люди, служащие в театре имени Анатолия Васильевича Луначарского. Директор Ирина Константинова уверена, что своим рождением музыкально-поэтический проект обязан особому сложению звезд. Началось всё, когда в гости к луначарцам приехал театральный художник Дмитрий Разумов. Он был дик и глух, и правит оприками пьяными весенний и тлетворный дух. Когда он увидел наш платан, он сказал, вау, какие у вас красивые платаны, надо придумать какой-то проект. И вы говорите, вот знаете, на самом деле, когда люди бы гуляли, и что-то бы вот так тихо, ненавязчивое, кто-то читал бы стихи, это было бы прекрасно бы. И тут пришел к нам наш Евгений Барулин, наш Евгений Барулин, и сказал, у меня есть прекрасный проект. И вот звезды сошлись, то есть проект Разумов, проект Барулина. Я поддержала этот проект, и вот сейчас мы можем слышать обворожительные, очаровывающие звуки музыки с нашими красивыми голосами наших артистов. Потому что читая стихи под музыку, это прекрасно. Под севастопольскими платанами звучат строки Пушкина и Лермонтова, Ахматовой и Гумилёва, Мундельштама, Цветаевой, Бродского, Евтушенко, Тарковского. Каких-то авторов предлагает вдохновитель проекта Евгений Барулин, каких-то выбирают сами актеры. Вот недавно Татьяна Владимировна Бурнакина пришла читать стихотворение нашего проекта и прочитала целую главу из Евгения Онегина. Гениально прочитала. Сергей Владимирович, Сергей Викторович Санаев отчитал Гумилёва, волшебную скрипку, о стихотворении, которое я сам очень люблю. И я бы очень хотел, чтобы эти стихи слушали люди. И люди слушают. Им действительно интересно. Синтез стихов, музыки, кружевной тени платановых листьев, белых стен театра заставляют остановиться и слушать. Вообще мы считаем прекрасно. Мы идём с дочерью, восхищаемся. У нас такого в городе не увидишь и не услышишь в нашем городе Омске. Поэтому всё прекрасно и чудесно. Молодцы. Только добрые, искренние слова. Да, вы знаете, сама обстановка, музыка и стихи. Притом они прочитываются в весьма таком необычном формате. Всё вместе это создаёт такую приятную атмосферу, которая как-то побуждает остановиться, задумываться. Переосмыслить свой, может быть, жизненный путь. Ну, это бесподобно. Я с таким восторгом стою, слушаю. И просто это менталитет нашего города. Вы понимаете, это наша жизнь. А я с великой радостью слушаю. Это наша душа. Это душа нашего города. Театральные люди говорят, что проект «Читаю стихи» не закончится вместе с летом. Наверняка поэтические строки и музыка по-особому будут звучать в сопровождении осеннего дождя и даже наперекор зимнему морскому ветру. Мы будем надеяться, что зимой будет хорошая погода. И, конечно, наши горожане – это любимое место, изысканное место Платановой аллеи. Конечно, наши горожане будут приходить и слушать новые стихи в исполнении наших любимых артистов театра имени Анатолия Васильевича Луначарского. Каждый день в час пополудни на Платановой аллее актёры просят запомнить это как волшебный пароль для входа в удивительный мир, который они создали. Елена Анисимова, Виталий Козловский, Севинфорумбюро.